В учебнике Ливандовского-Щетинова был очень распространённый учебник, тоже издательство просвещения, многие здесь, наверное, кое-кто точно по нему учился. Кстати, из него была цитата про вопрос о правом государстве. То, что там написано до 1917 года, всё более-менее нормально. После 1917 года начинаются странности, и там же, по-моему, в одном из первых учебников проявилась та важнейшая идеологическая линия, на которой я хочу сосредоточить ваше внимание. Самое тяжёлое, и самое плохое, и самое опасное, что сейчас есть в школьных учебниках, и что в школе, и не только в школе, и в вузе продолжается, это отнюдь не то, что там напрямую говорят. Ещё раз говорю, определённый плюрализм сохраняется. Не знаю, что будет с учебниками по литературе, потому что там сейчас очень неприятные процессы идут, там идёт попытка даже в более жёсткой форме, чем в случае с учебниками истории, всё сконцентрировать, отобрать правильных писателей от неправильных и так далее. Сейчас трудно судить, к чему это придёт, но на практике нужно понимать, что учитель имеет всё-таки довольно большую долю свободы до сих пор. Конечно, в крупных городах больше, чем в провинции, в том, что касается, о чём я говорил неделю назад, в отношениях с РПЦ. Ну и в целом там может быть жёстче. Но тем не менее степень свободы учителя пока ещё достаточно велика. Над ним камера не висит. И то, что его больше всего угнетает, это отнюдь не содержание учебника. И отнюдь даже не программы. Тем более, что многим из них следовать просто физически, имея те часы и тех учеников, которые у тебя есть, невозможно. А вот наиболее опасное – другое совершенно. Это установка на замалчивание, конечно же. Эту установку озвучивали конкретные персонажи из администрации президента. В частности, я это слышал из уст Якименко, но не бывшего главы движения нашего, его старшего брата, Бориса Якименко. Я цитирую. Позиция была такова, что вот историческое знание, больно цитирую, записи есть. Это как таблетка. Кому-то целую таблетку можно дать, кому-то полтаблеточки, кому-то надо четверть таблеточки. Не надо этим распоряжаться бесконтрольно. Мы же детям не даём бесконтрольно в аптечку лазить. Вот так же и с знанием об истории. Что я имелась в виду? Травматические моменты. История должна формировать положительный образ. Это, кстати, ничем не отличается от советской, позднесоветской модели. Это та же самая. Они же, понимаете, в чем дело? Наши эти идеологи, они интеллектуально бедны. Породить нечто принципиально новое у них с трудом получается. У них либо какую-нибудь дешевую конспирологию получается стряпать, как у какого-нибудь Старикова. Либо брать уже готовые модели. Вот у нас есть линия преемственности государства. Мы берем учебник Оловайского время в Российской империи. Вот вам, пожалуйста, империя, государство развивалось. Развивалось, развивалось. И вот чем дальше, тем лучше развивалось. Ну, были, конечно, периоды не очень хорошие. Но критерии добра и зла – это сила государства, стабильность и так далее. Поэтому смута – это плохо, а Екатерина II – это хорошо. Очень простая модель, в которой нет места рациональному объяснению причин, например, Пугачевского бунта. Ты смотришь просто список мер по укреплению крепостного права с финальным запрещением крестьянам жаловаться на помещиков и с разрешением помещиков ссылать крепостных в Сибирь. И тогда ты понимаешь… А, еще вдобавок смотришь на замечательные дворцы, которыми был уставлен Петербург, и более-менее понимаешь после этого, что это вдруг крестьяне восставали и… «Дворянские головы сёк топор, как березовые купола в лесной обители», читая Есей. Сейчас. Революционеры, понятно, это плохо, потому что они против стабильности. Любые революционеры – это плохо. И даже если вроде бы они люди сами все хорошие, ну вот, например, декабристы в некоторых учебниках, но они своими действиями способствовали усилению реакции в Николаевский период. Это распространенное, кстати, точка зрения даже среди некоторых ученых, которое при этом антиисторично. Почему? Потому что она ретроспективна. Ну, давайте судить исторических деятелей в соответствии с их поступки, в соответствии с тем, что было косвенными следствиями их, невзирая на мотивацию. Это довольно, для историка, довольно посредственная схема объяснения. И кроме того, самое-то главное, почему-то получается в данной ситуации, что вот одни несут ответственность, но, допустим, эту идею можно рационально анализировать. Можно, например, пытаться доказать, что Николай I до прихода к власти был просто наполнен реформаторскими побуждениями, что с этим не получится. Но здесь можно вести дискуссию, но ответственность возлагается только на одну сторону. То же самое народники и народовольцы. Понятно тоже. Революция 1917 года будет рассматриваться с этой точки зрения, гражданская война будет рассматриваться с этой точки зрения, а затем будут опять нарастающие положительные характеристики, умеренно, в связи с укреплением государства. Вот как я уже говорил неделю назад, сталинский период здесь непонятно, как интерпретировать. А как? А значит, в этой логике умолчание. А репрессиях так сказать надо. Но зачем детали? Зачем цифры? Зачем пространство цифр? Во многих учебниках обратите внимание. Вот открывайте учебник, смотрите, открывайте на репрессии. Вы там не увидите цифр. То есть цифра погибших в Великой Отечественной войне, там данные, вы увидите цифру. Потерь, принятую на данные, можно как обсуждать, но тем не менее, вы увидите. А вот эту цифру в большинстве случаев не умолчание о травматических моментах в истории. Вот эта сознательная установка, я убежден в том, что она будет дальше продавливаться, дальше будет проводиться. При этом, разумеется, есть в той идеологической модели, которая за это время складывалась, есть однозначно положительные элементы, которые тоже дают нам понять, как выглядит конструкция в целом. Однозначно положительные элементы – это РПЦ. Это просто запрет. Существует негласный, насколько я могу судить, на критику в адрес. Наибольшее, что я видел, что позволяли себе в 2000-е годы, это упоминание про крепостное право, про монастырскую земельную собственность, но акцента на этом, конечно, никакого нет. А уж про использование церкви в идеологическом контроле и попытки с помощью церкви затормозить развитие образования в XIX веке, в частности, по модели Победоносцева, это, конечно, вы не найдете в помине. Еще в 90-е произошла интересная идеологическая конструкция, хорошо смотреть на уровень слов. Например, у нас неожиданно и в школьных учебниках, и в массовом сознании в целом произошла путаница между двумя понятиями консерватизм и реакция. У нас Победоносцев консерватор оказывается. А и черносотинцы консерваторы. И замечательный человек Ильин, Иван Александрович, который обсуждал вопрос, что неплохо бы на Советский Союз бомбу, в случае чего, атом сбросить. Патриотический мыслитель, разумеется. Ну, про его союз с фашистами, начавшийся задолго. А он, по-моему, главный света сейчас вообще. Ну, да, конечно же. Ну, его Владимир Владимирович процепировал. Ну, как вы понимаете, Владимир Владимирович его не читал. Ему там написали, да, спичрайтеры? Там Ильин. Ну, прочитал там какие-то патриотические словосочетания. Да, все нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!